Я обращаюсь к тем, кто ищет, не тем, которые все знают. Аудиокнигу ведь можно слушать, понимаешь ли, в автомобильной пробке. Послушайте. Может быть, вы получите некоторые подсказки. А зачем нужны подсказки? Чтобы радоваться и веселиться. Друзья мои, сегодня 28 сентября 2023 года. Я, неополитик Андрей Девятов, прочитаю очередную лекцию для лектории «Музей конструирования будущего» под названием «Перемены в связке трех сил» или «Лукавый выбор России». Собственно говоря, динамику перемен или развития событий на мировой арене, Непполитики описывают по технологии карточной игры «Бридж» шести мировых проектов. Технология была создана в 2003 году, опробована, за 20 лет показала свою эффективность. И это, собственно говоря, практика позволяет сказать, что то, что я буду говорить, адекватно тем процессам, которые происходят. Значит, битва мировых проектов за карточной столом истории не путать с великой шахматной доской в Жизинском. Шахматы – это двоичные схемы, тут действует анализ, а карточная игра, она на три, и здесь действуют оценки. Поэтому, если говорить о… в чем разница замечательных аналитиков в выводах относительно того, что происходило, что происходит и что будет происходить на мировой арене, она, собственно говоря, распадается на результаты шахматного анализа. Кто-нибудь с нами, тот врач. У нас третий лишний, третьего не дано. Белые начинают и выигрывают. И, значит, совсем другой троичной схеме. Мы сами, наши враги и наши друзья-союзники. Вот, еще раз говорю, кто не с нами, тот против нас. Третий лишний, третий не дано. А тут мы сами, наши враги и наши союзники. Значит, троичная схема – это карточная игра. И, собственно говоря, если с вами играют в карты, а вы играете в шахматы, то получится, в конце концов, не выиграл, а проиграл, и не в шахматы, а в карты. Значит, это трудно доходит до понимания, значит, и нашими умниками, но тем не менее. Значит, за карточным столом истории сидят шесть игроков, а игра ведется за, так сказать, роль, место, лидера в новом мировом порядке. И не больше, и не меньше. Поэтому картина такова, что Россия – священная наша держава. «Славься страна, мы гордимся тобой». Не имея сильных карт в тех раскладах, которые есть, она вынуждена играть роль карточного болвана, подыгрывая тем игрокам, которые заказали игру, не имея возможности самостоятельно заказать игру. Так вот, кон, который сейчас разыгрывается, 21-й, 24-й. У нас все давно описано, расклады все, значит, засвечены, никаких секретов мы не делаем, а, значит, все упирается в то, что секретов нету, а вот протолковать, что карты говорят, тут нужны, конечно, специальные знания, навыки, интуиция. А сколько взяток взять, это, так сказать, арифметика, но неинтересно. То есть оно интересное, ну так это. Не объясняй процесс. А не объясняешь процесс, понимания нету, значит, и что? И не выиграл, а проиграл, не в карты, а в шахматы. Вот, играю в шахматы. Значит, ну что, кон в большой игре, а шесть мировых проектов, это США с трансгуманизмом, это Китай с китайской мечтой сообщества, единой судьбы человечества и возрождения величия нации, значит, желтых людей. И это Европа с, значит, инклюзивным капитализмом Мари Ивановича Черного Национала, это Мир Ислама с проектом Новый Халифат, и это Вечное Царство Израиля с планом Соломония, трехтысячелетний план Соломония. Ну и тут Россия, у которой, собственно говоря, духу нету, значит, играть в свою игру. Но ни духу, ни силу нет. Вот, концепциальность отсутствует. Где? В Кремле. Она вообще существует, но в Кремле отсутствует. Принятые на вооружение. Почему? Потому что доктрин Москва-третий рюм, это, собственно говоря, то, за что ухватились, но в ситуации тектонических процессов глобальной трансформации расписались в полном неумении. Все православные страны от России разбежались. Грузия убежала, Молдавия убежала, Румыния убежала, Украина убежала. Что осталось? Ничего не осталось. Вот наше святейшество, вот в Московской Патриархате, с Кадилово-Скоропилово, вот и все. Где тут мировой проект? Да. Мировой проекта нет. Тем более, что северные епархии, они все давно убежали под Варфоломеей Всесвятейшего. Наш всего лишь святейший, а в Варфоломее он Всесвятейший. И давно туда убежали. Я имею в виду Эстония, Латвия, Литва, Финляндия. Финляндия была же в Русской Православной Церкви. Теперь там. То есть все разбежались. Вот она практика, так сказать. Ну, а к чему я это все говорю? А к тому, что роль России в этом коне, 1921-1924 год, она была засвечена ультиматумом Рябкова от 15 декабря 1921 года. На пустом месте, без всяких провокаций. Значит, МИД устами замминистра Рябкова выдвинул к США, там никакой Украины и НАТО не было в этом ультиматуме, значит, требования стратегической стабильности, которые сводились к неприемлемым и невозможным условиям отодвинуть НАТО от России на рубеже 1997 года. Это значит, из НАТО надо исключить Польшу, Венгрию, Словак, Словакию. Вот давайте их всех выгоним. Вот. И будет у нас стратегическая стабильность. Значит, а если вы не отзоветесь, то мы напишем в спортлату. Отстаньте. То мы ответим военными и военно-техническими значит, средствами. И ответили 24 января в форме военной специальной военной операции на Украине и вокруг нее. Значит, если спросить, о чем, собственно говоря, речь шла, то ультиматум Рябкова по стратегической стабильности втягивал Россию в противостояние США. И инициатива была на стороне Кремля. Зачем нужно было это противостояние? Оно нужно было США. Дело в том, что 16 июля 2021 года Путин встречался с Байденом в Женеве. Там они о чем-то говорили, но, естественно, не сказали. Ну, какие-то слова, дежурные слова. Выше, дальше, быстрее, все хорошо. А, значит, корреспондент какой-то спросил у Байдена, а вы не боитесь того, что Путин вас обманет? Байден ответил, увидим через полгода. Ровно через полгода, там был 16, тут 15, значит, декабря ультиматум Рябкова. Зачем он нужен? Он нужен был США. Прежде всего США, а также всем нашим друзьям доллара США для спасения этого самого доллара США от краха. Для того, чтобы финансовые пузыри, надутые в, значит, в секторе, значит, валютно-финансово, их тихо сдуть в реальный сектор экономики, а это производство вооружения. Вот зачем это нужно было. Это нужно было для того, чтобы удержать доллар от краха, потому что крах доллара на фоне, так сказать, вот тех, значит, уже уперших пределы роста явлений по долговой экономике, он грозил, конечно, всем очень нехорошими последствиями. Поэтому давайте потихоньку будем сдувать. А как будем сдувать? Ну как? Значит, вот американцы сначала поставили там джавелины, это противотанковые, значит, и украинцы, и стингеры, и исключив маневренную войну батальонно-тактическим группам. Дальше, значит, дали красную черту следующую, значит, гаубицы 155 мм, которые бьют там на 40 км. Ну, расход снарядов там тысячи или десятки тысяч в день. Собственно говоря, со складов надо все почистить старое, новое производить. Соответственно, все, что старое, можно было собрать со складов, все отдали Украине. А это то, что отдали, надо было замещать чем? Новым производством, нового оружия и боевые техники. И тем самым США сохраняли свою роль мирового лидера. Китайцам это было не нужно. Китайцы, значит, очень не хотели вот этого варианта, так сказать, поддержания доллара. Потому что 20-й съезд КПК принял историческое решение, а это октябрь 22-го года, о том, что Китай из пассивного положения, хитрая обезьяна, которая наблюдает за схваткой двух тигров в долине, это США и СССР, а теперь США и Россия, поскольку Россия заявилась на конфронтации с США. Значит, они хотели, китайцы, значит, им для их проекта «Сообщество, единственное судьбы человечества» нужно было перейти в активную позицию. А, соответственно, чтобы Россия и США ушли бы в пассив. Если бы Россия не, значит, вступила в эту, значит, конфронтацию, произошло бы следующее. США бы под грузом, так сказать, всех тех, значит, проблем, которые не решались в связи с новейшим крахом доллара, ушли бы в пассив и занимались бы своими делами. Россия бы, не вступив в, значит, в активную позицию, значит, конфронтации США и специальной военной операции, тоже бы занималась своими делами. Но, тем не менее, и тогда Китай был бы в активной позиции, а это всесильный дракон. И тогда вся вселенная помогала бы решить задачу китайской мечты. о возрождении величия нации и желтых людей. Там все написано, к 30-му году, к 35-му году, к 45-му году, все написано. Значит, что надо было делать? Но ничего не произошло, значит, не получилось. И, значит, что произошло? Китайцы вынужденно, вынужденно назад откатились в положение хитрой обезьяны. В связи с тем, что Россия вступила в США в конфронтацию. И что же, значит, как это выглядит? Я вам скажу, как выглядит. Китайцы в положении всесильный дракон должны были давить. Значит, на США и на Россию. Ну, и вообще на весь мир. Значит, со своей китайской мечтой. Вот. А, значит, Россия осталась в активной позиции, США в активной позиции. Значит, ничего не остается опять уйти в эту самую, в роль хитрообезьянного или дождаться, когда эти тигры, понимаешь, друг друга загрызут, и подобрать, понимаешь ли, шкуру убитого тигра. Ну, можно думать, что это шкура США. Но, значит, если вспомнить формулу Бжезинского, значит, новый мировой порядок во главе США будет построен против России, на руинах России и за счет России. То есть, втягивание России в противостояние США, это втягивание в засаду формулы Бжезинского. Значит, тут я должен вспомнить, значит, исследования, которые проводили китайцы, для того, чтобы, так сказать, уяснить, а почему Союз, нерушимый республик свободных, вот, КПСС, так сказать, рухнули в одночасье, хотя ракет было много, танки за неделю должны были, могли совершенно спокойно дойти до Ламанжа, все разводилось. Значит, и они, там три причины было сделано, и это не секрет, я, ну, может, он секрет где-то, но я его засветил давным-давно и несколько раз. Значит, был принят решение, что причины, главной причиной развала СССР и крах коммунизма в СССР, это противоборство США. В связи с этим, значит, Китайское политбюро приняло решение ни в коем случае не вступать в конфронтацию с США. Что, собственно говоря, и выражалось в формуле конструктивного сотрудничества. То есть, Китай-США конструктивно сотрудничество. Вот. Ну и теперь смотрим сюда. Значит, тут появилось недавно в журнале «Разведчик» номер 3 за 93, за 23-й год Патрушев Николай Платоныч, секретарь СССР, выступил с концептуальной статьей, значит, в которой, так сказать, засвечена доктрина Патрушева. Статья сама по себе не говорит о том, что Россия вступает в конфронтацию с США всеми силами и всеми, значит, помыслами. Но там рассказано, что США, весь этот империализм, все эти, понимаешь, там, закон об однополых браках, все это, колониализм новый, это все то, что, значит, ну, как бы это сказать, вот это все зло, мировое зло, вот, а, соответственно, мировому злу, который выражает этот США, значит, со всеми своими, альянс демократии, вот это вот, ну, а реально, это вот этот проект трансгуманин. Они это антихристы, они, значит, мировое зло, а, соответственно, Россия, она, значит, в праведности, значит, противостояние этому мировому злу, поэтому все, что мы делаем, все хорошо, традиционные ценности, там, воюем с неонацизмом, там, еще прочее, прочее, прочее. Ну, значит, вот, собственно говоря, картина. Кон 21-24, Россия оказалась в треугольнике США и, значит, США и Китая, заняла позицию активного противоборства США, в результате китайцы ушли в пассивную позицию выгодополучателя, вот, ну, и, собственно говоря, значит, и вся вселенная помогает китайцам, значит, пользоваться этим противоборством, в свою пользу. А как это они пользуются? Ну, вот, тихо запускает эту единую судьбу со странами Центральной Азии, с Монголией, с Северо-Восточной Азией, с какой-то Африкой, там, вот, это тихо проталкивает эту единую судьбу. То есть, Китай-Центр, а вы, значит, ползите ко двору китайского императора с дарами местных продуктов, и он вам выдаст ярлык направления. Вот, значит, заняв такую позицию, доигрывается этот кон. При этом это середина 24-го года разведпризнан был какой? Когда началась специальная военная операция, значит, председатель комитета начальника штабов США Милли, он где-то прямо сразу сказал, что у них планы сверстаны на два с половиной года, то есть, до середины 24-го. И, а дальше все там чего-то наши замечательные аналитики, они там что-то стучат глоткой, что-то рассказывают. Речь идет о спасении доллара и о переходе в новую валютную систему. А вся эта стрельба, значит, взятие штурма Мариуполя и Бахмута, это все антураж. Это не главное. Сама по себе это затяжная война на истощение, она истощает Россию. А выгодны США, потому что они, собственно говоря, сдывают пузыри, финансовые пузыри в реальную экономику. Китайцам это нехорошо. Китайцы с самого начала говорят, прекратите специальную операцию. Эта операция специальной операции работает на США. Мы должны понимать, что это США отодвинуть, потому что наша задача к концу, к 49-му году, ну, раньше, к 35-му стать великой глобальной державой первого порядка. Мы должны быть мировыми лидерами уже в 35-м году, а вы поддержите США. Каким образом? ведя специальную операцию. Значит, ну, так или иначе, вот, кон доигрывается. В этом коне понятно, что, значит, чем этот кон закончится. Вот. Ну, а Россия играет фактически роль карточного болвана. Прикол. Она играет роль карточного болвана, при том, кто заказал игру. Ну, а игру-то заказал план Соломона. Хотя Россия не играет в треугольнике с планом Соломона в этом коне. Она играет в этом треугольнике. Ну, так или иначе, значит, все радости достанут с китайцем. Все радости достанут с китайцем. Ну, а, значит, каков может быть другой вариант? А другой вариант, это в коне 24-й, 24-й, 25-й, 26-й, 27-й Россия бы вступила в треугольник, другой треугольник сил, а этот треугольник сил другой, без США. Почему? Потому что, еще раз говорю, значит, конфронтация с США это формула бжезинства. Новый мировой порядок во главе с США будет построен против России, на руинах России и за счет России. Значит, надо выскользнуть из этого противостояния с США. И тогда, значит, связка сил выглядит следующим образом. Китай со своей китайской мечтой сообщества единой судьбы человечества в активной позиции. А, 20-й съезд принял такое решение. А, значит, Вечное Царство Израилево план Соломона в активной позиции. Почему в активной позиции? Потому что новый мировой порядок строят по плану Соломона. И Россия в пассивной позиции без конфронтации с США просто-напросто, так сказать, огребает все радости от того, что две активные силы евреи и китайцы строят новый валютный мир, по крайней мере, с 24-го по 27-й год. Хотя в 25-м году уже должно быть объявлено, что вот новые деньги пошли, значит, новый валютный мир. Но не сразу, конечно, все потребуется время. Что нужно России? России нужно уйти в пассив. Значит, впереди поездка Путина в октябре до 20-х числах в Пекин. Значит, вариант вот в этом треугольнике Вечной Царства Израиля, Китая, Россия, Россия могла бы играть спокойно болвана в чужой игре, закажут игру китайцам, и тогда, взяв на себя положение стратегического тыла в противостоянии Китая США, Россия вошла бы в новый валютный мир вместе с Китаем, на плечах Китая и за счет Китая. Другой вариант. Вот он, где луковый. Или противостояние США, и тогда формула Джизинская, или уход в пассив, прекращение всякого бодания США и НАТО, прекращение специальной операции, занимаемся своими делами и в положении тогда уже хитрой обезьяны с горы получаем самыми малыми, получаем, так сказать, вся вселенная, так сказать, энергию космоса для того, что называется преображение России в царство права, держава Белого Царя. Это пророки, пророки, что должно произойти в это время. Вот, если Россия уходит в позицию, в пассивную позицию, а наступает в активной позиции Китай, тогда вместе с Китаем, на плечах Китай, Китай наступает, движется вперед, на плечах, то есть, за ним, за Китаем, и за счет Китая. Китайцы должны оплатить стратегический тыль, а тыль это то, что не сдают. Вот, вот, собственно говоря, и весь луковой выбор. Вот здесь весь луковой выбор. Хватит ли у Путина политической мудрости подтвердить для китайцев согласие России на роль стратегического тыла КНР, мы увидим в разведпризнаках, а разведпризнак, какой может проявиться, это в каких-то документах встречи Путина с Си Цзиньпином в октябре, будет записано Китай-Россия и Единая судьба. Вот, Единая судьба, это значит, Россия встала в положение стратегического тыла к Китаю. Если такой формул не будет записано, значит, мы опять бодаемся и выдерживаем, так сказать, формулу в Жизинском. Ну, кто развалится, хрен его надо. Вот, значит, я не думаю, что США развалится, потому что США, просто у них задача перейти в новый технологический ну, как это? Уклад. Уклад. В новый технологический уклад. Этот переход в новый технологический уклад, он сложный, он тяжелый, но у них есть перспективы. Они идут в трансгуманизм, генномодифицированный человек, роботехник, все, у них должно получаться. Новая энергетика, все это, так сказать, шестой технологический уклад. Уйти туда тяжело. Ну, тем не менее, значит, где-то там кто-то заявил недавно, что к 35-му году американцы овладеют новой энергетикой на счет Тесла. Это где-то в Америке там Масочетской технологической институт завел. Нам нужно 15 лет, и мы этот генератор Тесла сделаем. А это бесплатная энергия. А бесплатная энергия это не надо вам эту сливать нефтяру, качать газ, там, это все где-то. А что впереди? Значит, вот впереди две встречи. Путин Си Цзиньпин в октябре и Си Цзиньпин Байден в ноябре на Тес. На Тес значит, в Сан-Франциско. Путин не позвали. То есть вот этот вот этот сговор где. Вот это октябрь-ноябрь. Значит, надеюсь, что может я плохо объясняю, что вот связка трех сил Китая план Соломона России он выгоднее связки трех сил Китая США России. Поэтому надо выскользнуть из противоборства США. Тем более, что китайцы сделали вывод в свое время, а СССР распался от противоборства США. Ну вот на этом я и закончу лекцию. Аудиокнигу ведь можно слушать, понимаешь ли, в автомобильной пробке. Послушайте. Может быть, вы получите некоторые подсказки. А зачем нужны подсказки? Чтобы радоваться и веселиться. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ